вот так здравствуйте благодарю вас за быстрый ответ и гарантии замены подмороженных черенков прошу указать полное название бумажных книг постараюсь приобрести для чего я это сейчас тут уже слово подмороженное первые за все годы но если за все годы мой второй раз в моей жизни кто-то назвал их подмороженными да это факт но человек у меня их выписал то есть срезал я их в мае по моему ну то есть в мае срезал куда уж там какой какой от них толк вот а гарантии кто видел мой этот самый каталог там написано что гарантия только по это по апрель но тем не менее такие люди для меня очень ценно поэтому я сказал что я ему вышлю черники свеженькие уже вовремя хотя я не виноват в мае я никому не навязываю вот так теперь вот это вот ради чего это письмо забыл сообщить вам нашлось научно подтверждение ваши гениальные догадки и гипотезы что плодовое яблоки груши абрикос и персик появились на земле сразу культурном виде вот то есть райский сад был до появления человека разумного только затем они деградировали приспособлась к изменениям климата изменяющим всегда лучшую сторону ну а дальше да действительно он приводит пример что есть яблоня с казахстана она растет диком виде она крупная вкусная об этом знаю даже от туристов которые там лазили ели нарвались лазили по казахстанским горам где-то там оказывается горы есть вот что все правильно ну а дальше культ подтверждение якобы якобы анализ н.к. вот что все 2500 сортов британских яблонь видит происхождение яблоня сиверса может быть она и есть может быть ее адам съела это ели яблоня сиверса я ничего не утверждаю не отрицаю я одно знаю что у меня персики укропнились абрикосы укропнились посмотрите академик справочниках вес это припоминает 25-43 грамм в два раза меньше а некоторые даже в три раза меньше ну то есть это самое мне тогда-то и ступна в голову мысли что что-то тут не то не мы оккультуривали по крайней мере не хомо тем более сапиенс так что Михаил Васильевич спасибо за поддержку вот спасибо значит другое дело что понимаете как вроде бы наука наука этих гемии жизни вот прошли статьи вот может быть они правда уже прошли может быть наконец-то потому что я науку эту самую науку и жизнь послал статьи и просто вот в ответ ничего даже спасибо не сказали или не написали что вы хернёй занимаетесь какая там агентативная гибридизация вот агентативная гибридизация это подтверждение того что вначале были крупные а потом измельчали ладно вот спасибо Михаил Васильевич за поддержку правда я сам до этого дошел без этих вот так значит теперь вот это вот как вам сказать то вот у нас сейчас вот опять принимают как их называют то эти национальные проекты да опять миллиарды вот они не знают я просто для них говорю потому что вы то уже знаете это просто как бы это сказать то там нет ни одного человека в верхах который хотя бы понятие имел такое мне для этого не надо было институт кончать мне достаточно было в саду покопаться на рынок сходить вот 90 кто это самый 9 процентов рынка никогда сажиться расти не будут правильно вот вот оно снова родование это я пишу отравление почвы корней кроны вот технология такая что ну как себя накормить ну попробуйте вот человека дальше когда еще в возрасте заставить это полностью перекопать ведь там же пишут то перекопать не зря же вопрос то женщина задавала вот гора родила муж до сих пор существует огромное количество научных учреждений но система разорвана помните над чем он должен заканчиваться государственное испытательное учреждения потом идут они передают уже в местные самые как они называются эти плодопитомники уже конкретно иронированные плодопитомники иронированные сорта вот вот оттуда люди покупают их миллионами и миллионы саженцев растут ничего не растет ничего это последний питомник как куда мне лезут бах мне реклама я взял открыла плюнул открыл овский плодопитомник абрикосами торгуют ладно думаю интересно заглянул на сайт посмотрел нет там никаких абрикосов на сайте вот включая ролик там написано мы таких золотые мы вращаем вот или да и а как доращим ну то есть понятно берут покупают в южан не продавшийся доращик то есть который не удалось продать или прикопили это доращивать вот ну и город равных фруктов сейчас уже не надо не надо нам свое вращивать тоже нет так вот импортозамещение владимир владимирович вот гражданин медведев тоже этот самый премьер-министр ну сколько вам лапшу то вешают ну ну и хотя бы возмутитесь ведь на это что же поди миллиарды затратится ведь было принято все эти самые после вашей поездки краснодарский край в райе все это сразу после этого получил письмо соседнего красохоза где вы были три лошади на все на весь сад